Приветствую вас. Я думаю, что начинать вам нужно за своих чувств и за своих желаний. То есть с того, почему вас к этому человеку тянет. Что значит вы чувствуете что-то родное? Что значит вы не можете его отпустить? Тяга, вот вы говорите, что тянет ему безумно, тяга есть попребность. Понимаете, какая штука? Тяга есть попребность и если вы чувствуете к человеку попребность, то с ней, с этой попребностью, нужна работа. И чем лучше вы для себя сможете эту потребность определить, понять, выявить и реализовать? Ну, более, может быть, осознанно, да, более осознательно, если угодно. Чем лучше вы сможете это сделать? Тем легче вам будет для себя решить, что делать дальше. Решить как себя вести дальше в этой ситуации. Вот. Вы пишите, не могу, я что делать в этой ситуации. Что делать, чтобы что? Соня. Вот, чтобы что вы хотите делать в этой ситуации. То есть, ключевой момент здесь, это именно то, что вы сами хотите. Ключевой момент, это то, что вам самой нужно. Вот, если разберетесь с этим, то, я предлагаю, сможете разобраться и со всеми остальными вещами тоже. Ну, как-то, когда речь идет о потребности, то есть, вы, раз, значит, общение затухает, значит, вы, ну, скорее всего, не любите его. Скорее всего, вам не так уж комфортно с ним. Потому как, если бы это было, ну, если бы было комфортно, то вы бы, я думаю, вы бы общались бы с ним. А так получается, что речь идет исключительно о ваших желаниях, да, речь идет исключительно о ваших потребностях, вот. И, соответственно, как только у вас получается реализовать свою потребность, или как только вы делаете какие-то вот шаги в этом направлении, то общение сразу прекращается, общение сразу заканчивается, потому что вас, условно говоря, интересует только удовлетворение, опять же, своих желаний. Ну, объективно я в этом ничего плохого не вижу. Вопрос нужно понять, что у вас за желание, да, и что с ними делать, с вашими желаниями. И когда вы станете более независимой, чем сейчас, вот, от человека. Тогда я думаю, что ваши отношения станут именно теми, именно такими, какие они должны быть. А пока все это не отношения. Пока все это такое, знаете, хаотичное желание реализовать то, что вам нужно. Ну, то есть это деструктивно, достаточно позиция, позиция, вот. Ну, и ее, я думаю, позиция можно и нужно подкорректировать, вот. Если у вас будет такое желание. Вот, так. Я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я бы сказал, что нужно провести анализ вашего общения. То есть понять, почему вас тянет, понять, как общение развивается, почему перестает тянуть, почему через силу. Вот. Вот вы говорите, сначала все нормально, потом он отдаляется. То есть он чего-то боится, что вы на него давите. То есть вы вторгаетесь в его личное пространство, ему это становится неприятно. Вот. С этим тоже нужно разобраться. Далее. Ведь я чувствую к нему что-то родное. Отпустить не могу из души. Отпустить из души, это не совсем формировка, кстати. Соня, наверное, потому что вы его не можете не пропустить, потому что у него завязаны ваши желания. Но, как бы, это немножко другое. Это немножко другое, совсем другое. Вот. Ну, это касается, что-то родное тоже нужно поиследовать. Как бы вы не идеализировали человека. Вот. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго.